Мошенники обманывают жителей района посредством объявлений в социальных сетях. По информации отдела МВД России по Колпашевскому району, злоумышленники нередко выходят на связь с авторами публикаций о потерянных вещах в пабликах или на личных страницах социальных сетей «Одноклассники» или ВКонтакте. Преступники звонят по оставленному человеком номеру и сообщают о том, что утерянное имущество ими найдено, но вернут его только за денежное вознаграждение. Желая получить утерянную вещь, граждане нередко соглашаются на условия звонившего. После чего мошенники заверяют человека в том, что не хотят раскрывать свою личность и просят перевести средства на номер телефона или на номер банковской карты, обещая после зачисления денег передать найденный предмет в условном месте. После получения средств мошенники пропадают вместе с деньгами. На такую схему преступников попался в феврале один из жителей Колпашева, который лишился 10 тысяч рублей. Деньги злоумышленникам мужчина перевел в надежде получить утерянный ключ от замка зажигания своего автомобиля. Объявление об этом было размещено в социальной сети ВКонтакте. Кроме того, мошенники используют объявления о покупке или продаже имущества, рассказала следователь отдела МВД России по Колпашевскому району Алина Башарова. Граждане, когда выкладывают объявления в сети интернет, там Авито, ВКонтакте, Одноклассниках, они указывают там свои персональные данные, номера телефонов. И мошенники убеждают в том, что под предлогом курьерской доставки там в другой регион просят оплатить сумму товара, то есть на который, например, выкладывают там продаю стиральную машинку за 50 тысяч рублей. И они говорят, для того, чтобы мы были, как говорится, уверены в том, что вы направите нам данную стиральную машинку, вам необходимо вот эти 50 тысяч нам перевести. После того, как мы получим товар, вам обратно данные денежные средства вернутся. То есть они направляют зеркальные ссылки, той же самой сети интернет, как ЮА. Граждане вводят свои данные банковской карты, в том числе трехзначный код, и тем самым деньги уходят из счета мошенников. Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными. При желании отблагодарить человека, нашедшего вашу личную вещь, делайте это при непосредственной передаче имущества лично.